Грузия на перепутье, проект закона об иноагентах, саботаж европейского будущего. Президентка Грузии Соломезу Рабишвили жестко раскритиковала правящую партию из-за намерения принять документ, который сравнивают с российским. Обеспокоен им и Евросоюз, как страна, которая стремится в ЕС, дублирует поведение Российской Федерации. Что об этом думает население самой Грузии? Узнаем об этом у члена Полицовета Единого Национального Движения Дмитрия Шашкина. Дмитрий, здравствуйте. Добрый день. В Гааге 44 страны поддержали создание специального трибунала для России за преступления против Украины. Среди поддержавших и Грузия следует из заявления правительства Нидерландов. Как такое стало возможно? Как это допустила правящая партия «Грузинская мечта», которая, очевидно, уже не скрывает свою пророссийскость? Есть вещи, которые даже такая пророссийская партия, как «Грузинская мечта», не может плыть против течения. Просто физических сил не хватает. Есть вещи, которые расцениваются нашими западными партнерами, как красные линии, которые они пока не могут перейти. Хотя очень стараются. Да, но ранее некие красные линии правящая партия «Грузинская мечта» неоднократно пыталась перейти или каким-то образом подвинуть. Например, закон об иноагентах. Возвращаются, хотят вернуться к его рассмотрению. Эта история уже была. Этот закон фактически просто дублирует, как под копирку, российский законопроект. Тогда грузинское общество восприняло этот закон очень радикально. Были протесты. И этот законопроект свернули. Зачем к нему решили вернуться сейчас? Буквально несколько минут мне понадобится, чтобы объяснить причину, почему они это делают и о чем все вообще идет разговор. Как вы знаете, в Америке есть такой закон, в Соединенных Штатах Америки, закон ФАРА, он регулирует работу лоббистских организаций. Вы знаете, что есть институция такая в Соединенных Штатах, как лоббизм. И этот закон регулирует их работу. Если какой-то лоббист берет деньги от иностранной компании или государства, он должен об этом заявить. Россия использовала как ширму этот закон в свое время и провела закон об иноагентах у себя. Только вместо лоббистских организаций, которых ни в России, конечно, ни в Грузии, такой же закон сейчас принят в Кыргызстане, там, в постсоветских странах лоббизма как такового практически не существует. Этот закон был направлен в Россию против неправительственных организаций, медиа и так далее. То же самое пытаются сделать в Грузии. Чтобы было понятно вашим зрителям негодование грузинского общества, надо понимать, что этот закон, он создает фундамент, на котором ты можешь потом построить все, что угодно. Потому что, когда ты вводишь в юриспруденцию новый термин, как агенты влияния, это подразумевает то, и направленные, это агенты влияния, подразумевают медиа, например, или неправительственные организации, потом ты на этом фундаменте можешь построить все, что угодно, как сделал Путин. Потом можешь отнимать имущество, выгонять, лишать гражданства, сажать тюрьму и так далее и тому подобное. Любого человека можно подвести под медиа. У вас есть, у любого человека есть Facebook практически теперь. Любой ваш пост может быть расценен как медиа. А если вы когда-либо получали деньги из-за границы, от иммигрантов, которые там работают, от ваших членов семьи, потом и вы становитесь автоматически агентом иностранного влияния. В Грузии 800 тысяч людей за последние 4 года уехало из страны. Это пропорционально, если смотреть по размерам населения, близко к показателям Украины. Только в Украине уехали от войны, на фоне войны, а в Грузии с 2008 года войны не было. И приблизительно такой же процент покинул население Грузию, как в Украине. Эти люди сейчас работают за границей, а в поте лица своего добывают деньги и пересылают сюда. У каждой третьей семьи в Грузии есть родственник за границей, который там работает. И вот эти все люди автоматически станут агентами влияния, потому что их родственники переводят им деньги из-за границы. То же самое, что любой пост, который может быть опубликован в Инстаграме или в Фейсбуке, может быть расценен тоже как медиа, активность человека. И опять же, он может быть объявлен агентом влияния. Это было сделано в свое время. Год назад они пытались провести этот закон по двум причинам. Первая, это был палец в глаз Евросоюзу пытались воткнуть, потому что Россия говорила, что Грузия не должна получить статус. Как вы помните, Украина получила на год раньше. Но Евросоюз все равно как бы авансом выдал нам этот статус в прошлом году. И не смогли помешать. Но Россия не оставляет этих попыток. И второй вопрос был, это, конечно, направленный против, как я уже сказал, неправительственных организаций и масс-медии. Тогда общество, особенно молодежь, вышло на улицы, и этот закон был остановлен. Сейчас они его вернули. Вернули почему? Потому что к этим двум добавился еще третий. В Грузии очень сильно идет расслоение возрастных групп. Что я имею в виду? Молодежь очень агрессивно настроена против России. А для молодежи слово Россия, пророссийские силы, российский закон, он является триггером. И, само собой, очень сильно недовольство вызывает этот законопроект, особенно среди молодежи. Среди людей старшего возраста есть другой триггер – это война. Абсолютно понятно, что многие боятся дестабилизации войны. Сейчас грузинская мечта, партия Бедзина Иванишвили, пророссийского олигарха, который является самым большим акционером «Газпрома» из частных лиц, они проигрывают выборы, которые будут через 5-6 месяцев. И единственное, что их может спасти, они очень много денег тратят на социологические исследования, и социологические исследования показывают, что единственное, что может спасти Бедзину Иванишвили и его партию, это дестабилизация в Грузии и создание напряженности. Потому что оппозиция, единое национальное движение, говорит сейчас о тех проблемах, которые волнуют население. Это безработица, это очень высокие цены. И после того, как они увидели, что приблизительно таким же месседжем в Турции выиграла оппозиция выборы в местные органы власти, они закинули вот этот закон, для того, чтобы опять молодежь вышла на улицы, для того, чтобы в обществе опять была напряженность, для того, чтобы они могли манипулировать страхом людей перед войной, страхом людей перед дестабилизацией. Последние два года их главный месседж, это Украина нас просит открыть второй фронт, мы его не открываем, Запад нас просит открыть второй фронт, мы его не открываем, мы сохранили мир Грузии. Вот за счет этого они два года пытаются ввести в заблуждение население. Население Грузии полностью поддерживает по всем социологическим исследованиям Украину в очень тяжелой борьбе за свою независимость, за свой суверенитет. Украина сейчас защищает не только свою свободу и свой суверенитет, но и также и суверенитет Грузии и других стран бывшего Советского Союза. Население полностью поддерживает. Я не припоминаю, чтобы Украина просила Грузию открыть второй фронт. Никогда, никогда. Эти разговоры, возможно, были в украинском обществе на уровне, я не знаю, соцсетей в начале полномасштабного вторжения России в Украину, но официально украинские власти никогда об этом не просили. Понимает ли грузинское общество вот эти цели правящей партии «Грузинская мечта» с инициативой вернуться к рассмотрению законов об иноагентах? Почему это сложный вопрос, я понимаю, потому что вы об этом сказали, что если этот закон примут, то фактически каждый грузин и грузинка окажутся так или иначе под колпаком у грузинской мечты, у правящей партии. Для того, чтобы его не приняли, грузинскому народу нужно против этого протестовать. Очевидно, и этого тоже добивается грузинская мечта. Понимает ли это грузинский народ? И как вы думаете, как ему действовать в этой ситуации наиболее правильно? Вот вы абсолютно точно заметили, нам обществу всей Грузии сейчас предстоит пройти по очень тонкому лезвию. С одной стороны, мы не должны пропустить этот законопроект, а грузинская мечта, партия Бензина Иванишвили, объявила, что они не будут форсировать его принять, они его хотят рассматривать три месяца. То есть, как вы видите, это делается как раз для того, чтобы нагнетать ситуацию. Кстати, очень такой пример еще один важный. Несколько месяцев назад, приблизительно два месяца назад, они закинули другой законопроект о пропаганде ЛГБТ. И оппозиция очень дисциплинированно, очень четко отреагировала, не позволила грузинской мечте, чтобы этот закон стал триггером для общества. Поэтому у них тут провалилось это, они закинули теперь вот этот русский закон о иностранных агентах. Поэтому нам предстоит пройти вместе с грузинским обществом оппозиции по очень тонкому лезвию. С одной стороны, не пропустить этот законопроект, а с другой стороны, не позволить напряженности в обществе возрасти, которая только на руку, опять же, партии Иванишвили, которые проповедуют единственное, их единственный месседж, что мы сохраняем мир в Грузии, что будет, если не будет нас, будет дестабилизация и так далее и тому подобное. Как вы точно заметили, Украина никогда не просила Грузию открыть второй фронт. Единственное, что не только Украина, наши западные партнеры просят, чтобы Грузия не пропускала подсанкционные товары на территорию России. К сожалению, Грузия в руках бензина Иванишвили, российского олигарха, стала страной перевалочной для вот этих подсанкционных товаров, которые идут в Россию. И этого добивается оппозиция, чтобы грузинские власти это не пропускали. Понимаете, у нас сейчас ситуация очень похожа на то, что вы видели во времена Януковича. Население живет очень плохо, живет приблизительно в Грузии то семей очень богато, супер богато, которые наживают, делают огромные деньги как раз на пропуске подсанкционных товаров и так далее. А население живет, каждый третий человек получает зарплату 100-150 евро. Сейчас цены в Грузии больше, чем в воюющей Украине, больше, чем в Европе. И вот об этом это сейчас больше всего беспокоит население. А они пытаются, бензина Иванишвили партия, внести дестабилизацию и максимально использовать стресс войны для запугивания населения. И такое еще складывается ощущение, что правящая партия, грузинская мечта сознательно идет на некую конфронтацию с Западом. При этом грузинский народ, грузинская оппозиция, грузинское демократическое общество хочет в Евросоюз, хочет быть в Европейском союзе с европейскими ценностями и европейскими принципами. Зачем это грузинской партии, правящей партии, грузинская мечта? Зачем это заигрывание с Россией и конфронтация с Западом? Вы абсолютно точно сказали, грузинская мечта, партия Бензина Иванишвили, она не хочет, чтобы Грузия стала Евросоюзом. Она сделала все в прошлом году для того, чтобы мы не получили статус. Были прямые оскорбления послов, представителей иностранных государств, прямые оскорбления, матерные оскорбления, допустим, министра иностранных дел Германии и так далее. То есть они из штанов выпрыгивали, пытались воткнуть палец в глаза любой европейской стране, которая хочет добра для Грузии. Почему они это делают? Понимаете, те 9 пунктов, которые Евросоюз нам предъявил, для того, чтобы мы стали членами ЕС, подразумевают, например, судебную реформу. А кто будет в грузинской мечте проводить судебную реформу? Люди, которые руководят судами в Грузии, находятся под санкциями Соединенных Штатов Америки за всеобъемлющую коррупцию и осуществление правосудия по телефону. Это указано в Госдепартаментах заявлений. Также один из пунктов подразумевает под собой проведение правовой реформы. А кто ее будет проводить в грузинской мечте? Бывший генпрокурор, который под санкциями Соединенных Штатов, как шпион России, вместе с директором департамента ФСБ по Закавказию, такой есть Анищенко, их вдвоем объявили под санкциями, как шпионов. Они же не будут это делать. Один из пунктов гласит о том, что должна быть прекращена конфронтация внутренняя, то есть должен быть выпущен из тюрьмы Михаилса Акашвили. Они не хотят этого делать. Поэтому они очень хорошо грабят страну, очень хорошо живут. Тех денег, которых сейчас в Грузии есть, на эти 100 семей хватает. Бедина Иванишвили увеличил свои миллиарды за последние несколько лет. Они свой капитал очень хорошо увеличивают. Им не нужен никакой Евросоюз. Им не нужно никакое процветание экономики. Им не нужно процветание населения. За последний год два ведущих банка в Грузии только на обмене валюты получили 600 миллионов прибыли. Это та валюта, которую присылают наши эмигранты своим семьям. И вот для того, чтобы они присылают евро или доллары, они меняют на грузинскую валюту, на лари. И вот за счет этого два основных банка получили 600 миллионов долларов прибыли. Зачем им какой-то Евросоюз? Очень хорошо. 800 тысяч человек поехало за границу, там пашет 24 часа в сутки. Они эти деньги, которые сюда присылают, их воруют, облагают налогами. И очень хорошо живет эти 100 семей. Дмитрий, спасибо вам большое. С Дмитрием Шашкиным обсуждали грузинскую повестку, говорили о том, как пророссийский грузинский олигарх Бедзина Иванишвили пытается дестабилизировать грузинское общество и что нужно сделать грузинскому обществу, чтобы этого избежать.